Туристический портал Туристическую плату за участие. Горючие дорожные расходы легли исключительно на плечи путешественников. Более ста машин, в основном семейная пара с детьми, отправились по заданному маршруту. Посещая указанные на карте исторические места и гостевые дома, роллисты не только выполняли конкурсную программу, но и получали бесплатный доступ к музеям, паркам и другим составляющим туристического бизнеса. Так, например, специально для путешественников был открыт доступ к музею военной техники в Свентос-Муйже. Сами же участники восприняли идею как увлекательное мероприятие, вернее, возможность совместить приятное с полезным. Для отдыха, для семейного отдыха. Конечно, всегда же так едем в одно место, а сейчас смотрим разные места, объезжаем, смотрим разные достопримечательности. Хозяева туристических объектов в большинстве своем с удовольствием поддержали идею. Оно и понятно. Косвенная реклама заведению явно не помешает. По утверждению старожилов, интерес к латвийским маршрутам потихоньку начинает возрастать. Помощником выступает именно пресловутый кризис. Далеко не каждый может позволить себе заграничный воеж. Судя по опыту, мы уже работаем пятый год, но да, развивается туризм. Больше стали ездить именно в Латгалию. И с концов эскурземы, из видземы очень многие приезжают. Развивается, да. Люди интересуются. Иностранцы, но тоже приезжают. И немцы приезжают, датчане, поляки, белорусы, россияне. Многие. Финишировали участники в Латгальской глубинке в Розакнянском крае, подтвердив расхожую истину. Главное не победа, а участие.